Добрый день, уважаемые участники! Представляем вашему вниманию доклад на тему «Инструменты оценки сложности текста. Современная парадигма» авторов Солнышкиной Мариной Ивановной и Гафиатова-Эльзара Василовна и Казанский федеральный университет. Крупномасштабные исследования чтения старшеклассников, такие как ПИЗа и анализ результатов ЕГЭ за период с 2002 по 2019 годы, подтверждают, что большая часть старшеклассников не справляются с заданиями, направленными на оценку понимания связи отдельных информационных блоков, например, находить информацию, осуществлять интерпретацию информации, а также анализ и оценку содержания текста. Неутешительные результаты международных и российских тестирований чтения свидетельствуют также и о том, что тексты, предъявляемые школьникам, не соответствуют их психофизиологическому и языковому возрасту, то есть не соответствуют их возрастным особенностям, не развивают их мотивацию учиться, потому что не всегда значимы и неинтересны для них. Особый аспект проблемы представляет и уровень содержательной сложности, читаемого школьником текста. Учебные задачи обучающегося должны находиться в зоне его ближайшего развития, то есть не должны быть непосильными или слишком простыми. А поскольку в одном и том же классе учитель работает с разноуровневым контингентом учащихся, то учебный материал при единстве содержания должен быть написан с расчетом на различную читательскую грамотность. В современном мире лучшие образовательные стандарты предлагают учащимся до трех вариантов текстов по одной и той же теме в зависимости от подготовленности учащегося. В странах, занимающих топовые места в международных рейтингах по образованию, такие как Финляндия, Канада, Новая Зеландия и другие, обучение строится на принципе разделения детей одного класса по уровню читательской грамотности. Ранжирование книг начинается в начальной школе, когда дети учатся читать. Уровень читательской грамотности каждого ребенка и динамика его развития как читателя появляется при изучении каждого модуля учебника и в зависимости от этого предлагается один из вариантов – усложненный, стандартный или упрощенный главы учебника. При выстраивании индивидуальной траектории обучения учитываются результаты работы школьника при работе над каждым модулем, то есть существует возможность перехода, например, от упрощенного к более сложному варианту текста, а также чтения всех глав учебника на одном уровне читательской грамотности. В нашем данном исследовании мы сосредоточим основное внимание на способах автоматической оценки сложности лингвистических параметров текста, которые, по мнению ученых, определяют его сложность и отличают, например, текст для школьников девятого класса от текста для студентов первого или выпускного курса университета. Современная научная парадигма оперирует несколькими снежными понятиями, дифференцирующими тексты по степени успешности их восприятия различными категориями читателей – читабельность, трудность, сложность и понятность текста. Читабельность текста рассчитывается исключительно на основе количественных параметров – число слов в предложении и число слогов в слове. Наиболее распространенная форма читабельности, с помощью которой рассчитывается читабельность, это формула флеша Кинкейда. Описание данной формулы вы можете увидеть на экране, где средняя длина предложений вычисляется как отношение общего количества слов к общему количеству предложений в тексте, а среднее количество слов – как отношение общего количества слогов к общему количеству слов в тексте. С увеличением числового показателя уменьшается сложность восприятия текста, то есть чем выше индекс, тем легче для восприятия читателем рассматриваемый текст. Для анализа русских текстов формула флеша Кинкейда адаптировалась дважды. В 2006 году Оборневый преимущественно для художественных текстов и в 2019 году для учебных текстов. В исследовании Оборневой материалом исследования явился корпус текстов из 100 аутентичных англоязычных и переводных русскоязычных художественных текстов общим объемом 6 миллионов словопотреблений. Группа ученых под руководством Соловьева Валерия Дмитриевича использовала корпус текстов российских учебников, на материале которых была подтверждена жанровая зависимость формулы читабельности и, как следствие, доказана применимость формулы Оборневой для художественных текстов. Ученые также выявили формулу читабельности, валидность которой подтверждена на материале корпуса объемом более 10 миллионов словопотреблений. Таким образом, для анализа читабельности художественных текстов, написанных на русском языке, рекомендуется использовать формулу Оборневой, которую вы можете увидеть на экране, а для оценки читабельности академических текстов информационного типа следующую формулу также представлены на экране. Сложных текстов по вышеуказанным и некоторым другим формулам можно рассчитывать при помощи автоматических анализаторов. И далее мы продемонстрируем работу автоматического анализатора Readability Formulas на примере текста An Unbelievable Night, использованного в международном тестировании PISA, где первичная оценка показала, что данный текст соответствует когнитивным способностям учащихся, обучающимся в школе не менее 6 лет. Платформа Readability Formulas предлагает и перчин базовых дескриптивных параметров, включающих следующее – количество слов, количество неповторяющихся слов, количество повторяющихся слов и т.д. Все эти параметры представлены на слайде. Потенциально значимым для работы разработчика учебных или тестовых материалов является и сам список трехсложных слов, предлагаемый данным инструментом. Результаты анализа свидетельствуют, что текст рекомендован для изучения в 7-8 классах американской школы. Рассмотрим каждый из предлагаемых инструментов параметров. Повествовательность текста оценивается на основе наличия в тексте сюжетно-образующих элементов, таких как динамичные глаголы, маркеры, хронотопа и другие. Повествовательность в диапазоне от 70 до 100% считается высокой и показывает, что текст является сюжетно-ориентированным и содержит большее количество знакомых слов. Очевидно, что сюжетно-ориентированные тексты воспринимаются легче. Синтаксическая простота текста на платформе Co-Metrics определяется на основе трех лингвистических переменных. Это грамматические основы предложения, количество слов в предложении, количество слов до главного сказуемого. Считается, что именно вышеуказанные параметры затрудняют восприятие читателя и детерминируют уровень его синтаксической сложности. В изучаемом тексте количество предложений с одной грамматической основой составляет 33, с двумя грамматическими основами 22, а с тремя грамматическими основами 3. Степень конкретности текста, как и в других исследованиях подобного типа, рассчитывается на основе соотношений конкретных и абстрактных слов в тексте. Считается, что чем больше в тексте слов с высоким индексом конкретности, тем проще для восприятия рассматриваемый текст, поскольку именно конкретные понятия имеют способность вызывать в сознание читателя образы. Абстрактные понятия усложняют читаемый текст ввиду того, что их трудно визуализировать. Конкретность данного текста весьма велика и составляет 88%, что свидетельствует о его относительной простоте восприятия. Связанность текста, оцениваемая в метриках референциальной и глубинной связанности, устанавливает степень связанности фрагментов текста. Референциальная связанность рассчитывается на основе количества средств повторной номинации. К ним относятся местоимения, личные, притяжательные и указательные. Понятие глубинной связанности определяется как совокупность связующих элементов, детерминирующих взаимосвязь структурных единиц текста, слов, словосочетаний, предложений и абзацев. Связь между ними может быть причинно-следственной, пространственной, временной и т.д. Именно эти связи помогают читателю установить цепочки случайных событий, процессов и действий в тексте. Высокий процент глубинной связанности в тексте свидетельствует о большом количестве экспрессивных связей в нем. Коуметрикс предлагает и перечень языковых средств, маркеров, влияющих на глубинную связанность текста, маркеры, обеспечивающие причины-следственной связи, маркеры логической связи и т.д. Инструмент, разработанный в рамках проекта English Profile, рекомендуемый Британским Советом Text Inspector, также осуществляет оценку ряда лингвистических параметров текста. Наиболее существенной и значимой является оценка лексического состава текста и его соответствие общеевропейской шкале уровнем владения языка. Text Inspector предлагает статистику всех слов, т.е. количество словопотреблений и количество уникальных слов, т.е. types, а также процент слов, принадлежащих различным уровням от А1 до С2. Как видим, лексика уровня А1 в данном тексте составляет 44% от всей лексики текста, а лексика уровней С1 и С2 по 5%. Прозрачность делений всех слов в тексте по уровням доказывается возможностью видеть списки слов по всем уровням, а также список слов, отсутствующих в корпусе текста. Text Inspector осуществляет и разметку всего текста, соотнявся каждое слово в тексте с определенным лексическим уровнем по общеевропейской шкале от А1 до С2. В настоящее время актуальной является также и оценка прагматической направленности текстов. Тональность текста определяется как сумма лексических сентиментов, т.е. прагматических маркеров, при выявлении которой выделяются сущность, аспект сущности, тональность, субъект мнения, время выражения мнения. В отдельной вкладке разработчики Text Inspector представляют также оценку текста и перечни дискурсивных и прагматических маркеров его тональности. Хеджи, маркеры относительности, персональные маркеры, маркеры ретенциональности, маркеры энфазы и логические маркеры и другие. Как видим в изучаемом тексте, зафиксированы более высокий процент логических не сентимент-маркеров. Уникальных слов равно 5 и словоупотребление равно 17. Аналогично делению всех слов в тексте по уровню предлагаются также списки дискурсивных маркеров изучаемого текста. Таким образом, современные научные парадигмы предлагают широкий спектр подходов для оценки сложности читабельности текстов на основе двух групп параметров. Количественных – длина предложений, длина слова. И качественных – куда включаются частотность лексики, повествовательность, абстрактность, лексическое многообразие, синтаксическая простота, связанность, дискурсивные маркеры и другие. Данные инструменты могут быть полезны учителям английского языка, разработчикам КИМов, тестологам различного уровня, поскольку они осуществляют выявление лингвистической сложности как неотъемлемой характеристики любого текста. Расчет сложности текста осуществляется на основе лингвистических параметров текста и имеет своей целью выявление соответствия текста когнитивому возрасту и языковой компетентности рецепиентов, то есть целевой аудитории. Предлагаемые инструменты автоматического анализа в значительной степени облегчают работу учителя. Не только при формировании навыков чтения, поскольку отбор текстов для чтения, а также их последовательность могут осуществляться на платформах Readability Formula, Text Inspector и Co-Metrics автоматически. Данные инструменты могут быть также использованы при оценке письменных работ обучаемых или тестируемых. При этом критерии оценивать должны включать не только количество слов определенного уровня, а также многообразие и количество типов грамматических структур различных уровней. Значимость определения сложности читабельности текста для современной школы и общества в целом трудно переоценить, поскольку именно данная характеристика обеспечивает объем понимания школьникам текста, а в долгосрочной перспективе интерес к чтению и навык смыслового функционального чтения. На этом наш доклад окончен. Спасибо за внимание. Продолжение следует...